Бережно относимся к дате 9 мая в истории. Глубоко чтим память тех, кто внес вклад в победу на поле боя и в тылу. Отдаём дань уважения подвигам офицеров и солдат, которые ценой жизни спасали мир от фашизма. Об этом в интервью авторитетному российскому журналу «Национальная оборона» заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства отметил, что Азербайджан внес большой вклад в борьбе против фашизма. Сегодня ветераны Великой Отечественной войны пользуются большой государственной поддержкой в Азербайджане. Мы всегда помним их героический подвиг. Каждый год 9 мая я встречаюсь с ними на торжественном мероприятии, посвящённом этой великой дате. Вместе мы возлагаем цветы, венки, чтим память погибших. Сформированная в Азербайджане 416-я Таганрогская краснознамённая дивизия прошла славный боевой путь от Кавказа до Берлина. У нас в стране гордятся подвигами и отвагой воинов этой дивизии, которые, доблестно сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны, высоко держали знамя Азербайджана, продемонстрировали лучшие качества нашего народа – патриотизм, смелость, непоколебимость, защите родной земли. Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул высокий уровень партнёрства между Азербайджаном и Россией. По его словам, сегодня азербайджано-российские отношения основаны на стратегическом партнёрстве, что позитивно влияет на ситуацию в регионе. В частности, две страны активно борются против героизации фашизма, особенно на постсоветском пространстве. Сегодня мы видим опасные тенденции по переписыванию истории, по героизации фашистов, по искажению исторической правды. И мы должны очень серьёзно к этому относиться. Категорически недопустимо ни переписывание истории, ни героизация фашизма. Хотел бы отметить, что и у России, и у Азербайджана полностью идентичная позиция по этому вопросу. Мы решительно боремся с попытками извращения правды о Великой Отечественной войне, попытками переписывания истории. И героизации фашизма и фашистов. Наши позиции основаны как на исторической правде, на справедливости, так и на том, чтобы будущее поколение никогда не усомнились в том, кто был агрессором, кто был жертвой агрессии, кто победил и какой ценой была достигнута эта победа. Глава государства также коснулся вопроса урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта, отметив, что Азербайджан стремится разрешить его мирным путём. Президент Ильхамалиев в очередной раз призвал международное сообщество и страны-соприседатели Минской группы ОБСЕ оказать серьёзное давление на страну-агрессора, Армению, чтобы сдвинуть миротворческий процесс с мёртвой точки. И историческая справедливость и международное право говорят о том, что Нагорный Карабах – это неотъемлемая часть Азербайджана. Армянские войска должны быть немедленно и безоговорочно выведены с оккупированных территорий, а беженцы и вынужденные переселенцы, изгнанные из этих земель, должны быть возвращены на свои исторические места проживания, резюмировал глава государства. Платбайрамов, CBC